Давай. Пошло. Добрый вечер. Мы сегодня продолжаем изучение книги Берешит по урокам Рава Шеки. Так, и у нас сегодня статья о пророчестве, связи, диалоге Всевышнего с человеком. Пророчество — это нормально, так мы назвали урок. Во второй главе книги Берешит мы видим новое описание сотворения мира. Мы второй раз читаем о сотворении человека, но в этом рассказе происходит беседа между Творцом и человеком, в то время как в первой главе есть только благословение. И благословил их Бог и сказал «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Но нет общения между Богом и человеком, и в свете этого человек ничем не отличается от животных, потому что всем живым существам дано такое же благословение, чтобы они плодились и размножались. Но во второй главе Всевышний обращается прямо к человеку. И заповедал Господь Бог человеку, говоря. И, ну, честно говоря, я посмотрел и не нашел сильного различия между вот этими двумя фразами. Значит, у нас, когда были сотворены животные, сказано, сказано «И благословил их Элуким, сказал, «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте воду в морях» и так далее. Потом, когда был создан человек по образу и подобию, сказано «И благословил их Элуким и сказал им». То есть, во-первых, появляются дополнительные фразы «И сказал им», да, чего нету про животных, просто «Благословил их, сказав», там написано. Второй момент. Животным сказано «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте воду». А человеку сказано «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и завоевывайте ее». То есть, во-первых, отличие в том, что… Ну, это во-вторых уже, что завоевывайте, да, это второе обращение Всевышнего к творению. И третье обращение – это вот как раз которое Еш, да, тут опять же там сказано немножко по-другому. «И приказал Ашем Элуким, то есть здесь уже имя Авая Элуким, человеку, говоря, от всякого дерева сада Еш». Вот не знаю, видимо, как бы Рафширки видят тут какую-то разницу, что первое – это благословение, а второе – это разговор. Вот, первое – благословил, говоря, второе – приказал, говоря, от всякого дерева сада Еш. Вот есть у кого какие-то мысли, в чем различие вот этих двух обращений к человеку? Ну, как я понимаю, здесь он хочет, мне кажется, не сказать не о разнице обращения к человеку, а именно о разнице, как он Всевышний обратился ко всем живым существам и как он обратился к человеку. То есть всем остальным было сказано, там, плодитесь, размножайтесь, ну, просто вот живите и живите себе, там, по своим каким-то инстинктам, там, как вам там полагается. А человеком он уже общается именно вот как общается, как вот, ну, с неким там, ну, не с равным, конечно, себе, но с каким-то там, так сказать, партнером, что ли, вот как-то так. То есть тут речь о том, что с животными-то Всевышний не общается, там. Ну, я так понимаю. Да, закрывай дверь, натальше. Ну, так, кто-то что-то говорит, или это нам так кажется? Нет, нет, там кто-то что-то говорит. Ну, не знаю, как бы в чем-то такая радикальную разницу видит Раф Ширке. Больше нет ни у кого никаких мыслей. Ну, может быть, он судит из дальнейшего, что дальше-то Всевышний уже будет с человеком напрямую общаться, там, вот, там, посадил Бог, там, два дерева, там, в центре этого сада и сказал, что вот от этого, вот, от всех деревьев ешь, а от этого не ешь. Ну, все-таки ни животным-то ничего не было сказано, что вот это ешьте, а это не ешьте. Им-то вообще не могли там все-все ужевать, все, что растет, как я понимаю. Это у человека только было сказано, что вот здесь вот ешь, а здесь не ешь. Ну, я так понимаю. Да, ну, Раф Ширке различает саму форму слов, да, то есть он говорит, что есть, тут он благословил, а тут он вошел в диалог, что я по эффекту, собственно, так прямо не вижу. Ну, вот я тоже не вижу, но, может быть, у него какие-то свои соображения, ну, вот как-то так. Ну, хорошо, тогда пойдем дальше. Во второй главе Всевышний обращается прямо к человеку. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря». И это очень существенно, потому что человека, с которым говорит Бог, мы называем пророком. Пророчество — это вершина человеческой идентичности. Человек-пророк — самая высокая ступень творения. Или, как пишет Рамбан, из основ веры знать, что Бог дает людям пророчество. Но мы понимаем, что достичь этой ступени нужно прикладывать очень много усилий. А здесь мы видим человека, который сотворен пять минут назад, только что появился в мире, и Бог уже говорит с ним. Объяснение этому очень простое. Пророчество не есть что-то исключительное. Согласно иудаизму, беседовать с Творцом — это нормальное состояние человека. А состояние, в котором нет пророчества, когда Бог не говорит с человеком, это как раз ненормальное состояние. Ну, что касается Рамбама, тут очень интересная цитата. Там такой корень — «менабе», в современном иврите его нет вообще. Значит, есть корень, который означает «пророчество», «нунбет аллен». И глагол есть такой пассивный, как и в русском — «пророчествовать». То есть какое-то состояние, которое происходит с человеком. Он идпаэльный глагол — «иднабе». Вот здесь Рамбам употребляет активный залог, который, я не знаю, присутствует ли он где-то еще, либо это как бы такой неологизм Рамбама. Это можно перевести как, что Бог вызывает вот это состояние в человеке. То есть он как бы активно на него действует, чтобы человек начал испытывать вот это состояние диалога. Ну, Бог дает людям пророчество, это так особо не передает. Поэтому я с чего нужно подробнее об этом рассказать. Может, когда человек начинает это общение, то есть со стороны человека, он становится уже как бы человеком в понимании Аши, Адам, нет? Ну, наверное, конечно. Если человек получает способность общаться со Створцом, он человек в полном смысле слова. А до этого он как бы и не совсем человек, в общем-то. Видите, что он там ест, пьет, живет. Ну, и животные тоже так же себя ведут. В общем-то, да. Все так, наверное, так и есть. Ну, я имею в виду, когда от человека исходит это желание общения, он ищет своего... Ну, у него что-то вложено, в него что-то вложено. Он так устроен, он так устроен, что он создан для того, чтобы он хотел. Вложено, но он проявил вот это, что вложено. Он, наверное, это проявил, да. Ну, так вот, все это как бы Всевышний так уж его устроил, потому что живые существа другие, они не способны, видимо, на такое качество. Да, но не все, которым заложено, проявляют, я имею в виду. Ну, это уже другой вопрос. Ну, слава богу, что заложено. Есть откуда, к чему стремиться. Я именно про тот момент, когда он проявил, что он становится... Потому что сотворен пять минут назад. Ну, это пять минут, это... Что такое пять минут, да? Что такое пять минут? Ну, это условно, но это условно описано пять минут. Мы не знаем, какие там временные рамки были в то время. Пять минут, там, пятьсот лет, сколько прошло там времени. Так условно, что вот прямо только что сотворили человек, и уже бог с ним общается. Вот примерно так. Ну, значит, и шёл процесс этого формирования. Мы не знаем, сколько на самом деле прошло. Да, мы не знаем. Сформировал. Там написано, да? Сформировал, Андрей? Да, сформировал. Что это сформировал? Это же не слепил там, типа, вот, буквально в плане, как некоторые думают. Придал форму, да. Буквально вот здесь как раз и слепил. Придал форму. Какую форму? А какой глагол там, Андрей? Бара, не Бара, а этот вот Осия, да? Как Асэ, как... Нет, здесь формировал, это как раз Ецер, это как раз Ецера. А, Ецер, вот, я забыла, как три глагола у нас. Ецера, ну, вот, значит, сформировал, да, правильно. Воспитательно, когда мы воспитываем детей, мы формируем их? Да, кстати, очень хороший пример. Ну, то есть не сформировал в плане, как вот лепим пельмень, а в плане, может быть, именно вложил, вложил что-то, именно вот то, что вложил, и оно должно проявиться. Мы же тоже вкладываем в детей, и до 13 лет у нас, и до 12 их развития, имеется у нас время для того, чтобы вложить. А потом уже как они проявят это, мы уже тут не вправе на них действовать. Ну, с детьми немножко по-другому. С детьми-то мы как бы мало что можем сделать, у них есть какие-то врожденные качества, которые от нас никак не зависят, в общем-то. А тут как бы все от Бога зависело, каким человек будет. Это он планировал, каким человеком, ну, примерно хотя бы представлял, каким человек будет. Не, ну да, но уже и глагол, который для человека подходит, правильно, Андрей? Какой глагол? Ну, вот этот, что сформировал, то есть можно и мне сказать о том, что я этого человека сформировала, ну, воспитала или что-то, вложила в него что-то. Нет, не специально, Варя, сформировал, это именно не то, что как пирожок, как выпил, а не в этом смысле. Ну, что вложила в него, что-то? Вот какой-то совсем глубокую кабалу закопается, я даже не знаю. А, ну ладно, тогда извините. Ну, наверное, можно, да, можно, наверное, я не думаю, что это... Ну, просто тут каждое слово надо понимать. Ну, это само собой, тут каждое слово много чего значит. Пять минут назад сотворён, это такие слова важные, которые, если так поверхностно пройтись, то картинка, что вот слепил в буквальном смысле. Ну, это как бы у нас-то ведь у него речь-то сейчас не об этом, как я понимаю, в статье это речь идёт именно об диалоге творца с творением, о возможности диалога. Что-то всё остальное в нашу задачу сейчас не входит, потому что мы толком этого и не знаем, и мало себе представляем, и об этом, наверное, написано там, не знаю, какие-то тысячи комментариев, как это всё на самом деле могло бы, могло бы выглядеть, наверняка, о каждом слое. Мы можем говорить о том, что диалог идёт от кого изначально, сначала? Да, об этом и речь, что диалог идёт от творца, что возможно... Идёт от творца, конечно. Хорошо, а сейчас он идёт или не идёт? Сейчас диалог... А? Теоретически, как бы напрямую он прерван получается. А может он идёт, но человека нет? Ну, вернее, как-то он идёт как-то опосредован. То есть мы можем как-то догадываться о том, что от нас хочет Всевышний по каким-то там обстоятельствам, допустим, которые с нами происходят, или что-то там нам посылают какие-то люди, которые нам что-то там... Ну, а косвенно? Да, косвенно, да. Но напрямую, конечно, сейчас таких людей нет, с которыми Бог прям беседует, как раньше с пророками общался. Ну, а может быть, мы не понимаем, как это и происходило и раньше? Ну, конечно, мы до конца не вряд ли бы мы представляем себе, как это мышь. Мы-то не испытывали ничего подобного, как нам понять. Мы можем только со стороны как бы смотреть, как вот по описаниям, как вот человек там вдруг на него там... И было там слово Всевышнего там к такому-то там человеку. И всё, что мы узнаем об этом, в общем-то. Как это было, что это было? Ну, мы же находимся среди речений проявленных Творца. То есть информация идёт, вот посмотри на дерево, оно тоже информирует. Но главное, что люди не всегда эту информацию умеют прочитать. Ну, о том-то и делаю. Да, Андрей, Андрей, просто раз мы говорили, что Бог как бы спрятался за сотворённым миром, что он себя напрямую не проявляет. Вот так вот. То есть всё вот так очень опосредованно. Принято так. И, кстати, практически бывают разные, там, локальные, или которые для всего человечества. А может, есть пророки, которые, ну, так, сами для себя, в индивидуальном плане? Ну, можно ведь в какой-то мере. Мы знаем, что какие-то были провидники, которые тоже имели такие свойства. То есть он там, человек мог, там, не знаю, будущее видеть, посмотреть на человека и сказать ему там, делай это или не делай это. Или вот если ты сделаешь что-то, у тебя будет то-то. То есть у них было какое-то ограниченное видение. Вот мы там про хасидских там пророков знаем, что они так могли сказать человеку, там, что-то такое о будущем или о прошлом. То есть что-то было, есть такие, сейчас мне раз говорю, сейчас такие люди, видимо, где-то есть, которые имеют возможность каким-то образом что-то такое знать, там, что-то сверх, какие-то сверхзнания какое-то имеют, как бы сказать. И как мы проверим этих людей, которые знают эти сверхзнания, может быть, они уже пророк не должны быть. Ну, понятно, что... Но имеется в виду они для себя в общении, Андрей. Ну, это очень все ограничено, понятно, локально. Просто у меня вот знакомый в Израиле, он говорил, что у него какой-то есть знакомый, у него там есть тоже какой-то знакомый, который вот прям вот действительно человек, вот он видит там что-то такое. К нему люди приходят, он им там смотрит на человека и говорит, вот у тебя там что-то будет вот так вот или что-то там не будет. Это же другое совсем, Аня. Это про видит. Аня, про что ты говоришь? Ну, да, да, ну, хорошо. Это же не пророки. Ну, о чем мы сейчас говорим? Ну, хорошо. А что мы... Ну, хорошо. А что мы имеем? Ну, пророк может быть и провидцем, но пророчество это не провидец. Ну, хорошо. Ну, так вот мы... Мы с самого нам сейчас ошли же на том, что пророков в наше время нет. Таких вот именно как они были. По-моему, все с этим согласны тогда. Но может уровня такого, который для других вещает? Ну, вот Таня сказала о том, что может быть уровня пророков такого, того уровня нет, но есть нечто немножко, ну, что-то напоминающее пророчество. Ну, вот мы об этом и заговорили. Я поэтому вспомнила. Ну, да. А вот 36 праведников, их можно... Они же тоже скрыты назвать пророками, нет? Ну, Бог знает. Ну, скорее всего, нет. Потому что прям напрямую с ними... Что пророком называется человек, с которым говорит Бог так, что он напрямую услышит его слова. Все, что остальное опосредовано, да? Например, у него есть какие-то слова, которые звучали для другого пророка, но он их толкует сообразно в теперешней ситуации. Это уже называется не пророк, это уже называется мудрец. То есть тут речь идет о том, что вот Бог обращается... Да, да. Ну, вот я тоже так хочу сказать. То есть вот это называется пророк. Вот. А все остальное там у человека есть какие-то ощущения там связи со Всевышним и так далее. Это уже все, ну, пророчество мне называется как-то напрямую. Вот я тоже хотела бы сказать, что, скорее всего, нет. Нет, конечно, ведь как там, что во времена еще второго храма пророчество закончилось, как я понимаю. Вот. То есть... Ну, вот на уроке Равьёна я заметила просто это всегда держу в голове о пророках, и мудрецах, что мудрец как бы приоритетнее. А что он сказал, что вот у пророков будет как бы вместе это качество, когда проявится снова пророчество и мудрость, и пророчество. Ну, да, выяснилось, что как бы когда было пророчество, тогда и существовало и было поклонство. Когда пророчество закончилось, тогда закончилось и было поклонство. Вот. до сих пор какие-то народы, у которых продолжается идолопоклонство индийцы или австралийцы память об идолопоклонстве это не настоящий идолопоклонство то идолопоклонство, которое описано в Торе, как нам сказано, что если бы мы с ним столкнулись то у нас бы не было силы мы бы побежали бы за этими идолами это было настолько явно, что все какие-то ритуалы в Индии и прочее это все какие-то игрушки это вообще ничто по сравнению с этим как настоящего боговства нет в мире так и настоящего пророчества в мире нет это ушло одновременно ушло именно видение, ощущение духовного мира вот эти все нитки, которые проходят, которые при причине события определяют то же самое, что когда человеку бы открылись все вот эти механизмы то у него было бы великое искушение вот подергать за нитки использовать это как-то ради себя да, вот об этом насколько ясно ну мы же говорили во вторник об этом да, ты же, Андрей, ты же говорил о том, что да, вот как бы это и мы говорили о том, что когда было ощущение духовного мира тогда и вот были все вот эти запреты там ходить ко всяким там чародеям, там да, 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 это Раф Ильяу как раз говорил ну вот, ну потом это у тебя тоже хорошо было на это на эту тему вот ну так или иначе вот мы все согласны на том, что пророчества так или иначе сейчас нет вот как вот ты ну понимала и понимаешь в прямом смысле и в какой же форме продолжается диалог с Творцом и продолжается ли ну вот мне кажется, надо дальше посмотреть что там написано насчет того, что вот как я понимаю, там Раф Шерки говорит о том, что в других, как это в других монтеистических религиях понимается что такое пророчество то есть ну примерно то же самое но не совсем все-таки ну я предполагаю, что диалог диалог продолжается просто мы находимся с Творцом в разных временных измерениях да, что возможно он сказал свое слово и теперь наш наш ход как бы наш ход ответить да, и мы вот отвечаем вот вся вот наша шеститысячелетняя история представляет собой ответ да, и вполне возможно что когда мы закончим вот этот период исправления то мы проснемся вот в Ганедене и в том состоянии что мы только что ответили диалог продолжается и состояние Ганеден он никогда не прерывался вот а мы сейчас находимся в другом провалились в какую-то временную петлю да, в котором мы формируем вот то слово ответа да, которое мы воспримем как слово когда мы это слово закончим ну то есть это будет слово ответа в диалоге со Всевышним в Ганедене да, для нас это вот вся огромная работа по исправлению которую мы должны осуществить за шесть тысяч лет это мое предположение ну да, есть же такой момент что Всевышний навел на Адама сон да, он заснул и вот Всевышний сотворил значит ему жену но не сказано что он проснулся то есть получается мы все нас в нашей истории это сон Адама как бы мы спим и видим сон да, есть такой медраж или какой-то комментарий как я понимаю ну что двинемся дальше пророчества ну я думаю да очень интересно дальше Парамбаму за действия во сне не отвечают что-что ну получается да вот Аня сказала что Парамбаму человек не отвечает за то что он сделал во сне получается если мы сейчас совершаем какие-то ошибки мы вроде не виноваты потому что мы спим так что это все-таки какая-то притч все-таки они нереальны ну или мы просто чему-то научимся когда проснемся ну это конечно скорее всего это какая-то притч это будет выход на другую реальность не в том смысле что буквально мы спим или не спим а это будет просто совершенно иная реальность какая-то будет и сказано что когда человек делает полную лучшего из любви когда все его даже осознанные прегрешения превращаются в хорошие поступки вот это как раз может быть и знаю что значит что конечно хорошо хорошо да то есть только от когда человек раскаивается искренне то какие-то его по всевышний исправляет то что он в прошлом сделал плохого но превращается во что-то хорошее то есть показывает что это тоже было для чего-то нужно это тоже какие-то были может какой-то позитив оттуда можно извлечь тогда все сходится окажется что мы то что что мы делали может быть даже ошибки они тоже послужили к чему-то какому-то добру они были или послужили к добру да нет они послужили к добру наверное вот как в истории юсефа и братьев да он им говорит что вы сделали зло но всевышний зло обратил в добро то есть получается что как бы действительно без того что если бы они не продали его в египет он они бы сами потом не смогли бы он не смог бы им потом помочь впоследствии вот там смотрите в чем этот суть просто человек идет к цели который у всевышнего а тем или иным путем он выбирает коротким или блин ну и каким инструментом быть в руках от намерение у него доброе или злое есть когда он делает шву он вот это на мере намерение свое перед раз ну как это переделывает ну да да и в результате он то был инструментом в руках ашем но тот момент когда он делал он был например выбрал быть инструментом зла но когда он сделал шву то получается он вот этот меняет статус ну это и это тоже так и есть то есть речь о том что как бы и ошибки тоже могли послужить ко благу но это не значит конечно не значит что надо делать ошибки но смысл там в том что все во всем было какое-то благо да действительно мы становимся уже какими-то позитивными инструментами негативным это тоже так и есть хорошо двинемся дальше пророчества в трех религиях если это верно то выходит что мы уже 2400 лет находимся в ненормальной ситуации уже 2400 лет мир деградирует находится в ненормальном состоянии противоположность тому чему учат христианство и ислам христианство говорит что мир продвинулся вперед когда божественное слово речь стала плотью тогда получается хотя христианство никогда не утверждала что пророчество прекратилось что это лишило пророчества смысла ведь если слово принимает форму плоти тогда плоть связывается с богом они речь не знаю есть какие-то комментарии а то дело в том что единственный такой момент как я вот общалась и по своему опыту и как я помню христианстве там именно говорилось что во всяком случае богослов христианский говорят что таки да пророчество все-таки прекратилось вот с того с тем что бог значит воплотился в человека это уже сделало пророчество действительно бессмысленным и таким образом оно как бы аннулировалось прекратилось то есть уже в нем или нет смысла и она действительно больше пророков больше не будет то есть ну как бы напрямую там такого нигде нет но и так значит выводится каких-то там текстов это выводит что пророков больше не будет они заменяют тогда пророчество что его заменила ну вот диракшерки тут правильно сказал что считается что бог облег себя в материю каким-то образом там как-то очень явно проявил себя в личности там конкретного человека и тем самым уже как бы ну нет смысла нет смысла богу каким-то еще людям обращаться поскольку бог он и так среди нас вот именно вот в этом вот в том что он как-то там воплотился в материальном мире и поэтому уже нет смысла в каких-то отдельных там каких-то для каком-то таком диалоге вот вот он теперь значит бог вот он с нами прям какой-то полноте прям совершенной полноте что это такое не сами не очень представляют что это такое ну вот считает что это какая-то вот вот более высшая ступень и общения бога и мира чем была вот в израиле до до этого периода ну насколько я как бы и сам и общался с христианами я вижу это у них так что вот слово стало плотью то что называется это значит что она растворилась в мире теперь у каждого человека есть личный канал связи с творцом да 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 вот правильно что ты просто сказал да то есть получается теперь бог так явно проявил проявился в мире что человек это каждый человек который как-то подключиться вот к этому кости процессу он тоже получает возможность общения с богом как он подключиться только одним способом ну понятно принять христианство там креститься то есть все но не об этом речь о том что ты там уверовал ты там все это принял и да теперь с богом вообще у тебя какие-то личные такие близкие с ним отношения что ну как бы получается фактически что каждый человек ну в потенциале вот этот самый пророк то есть ну понятно что напрямую с богом ты не общаешься но теоретически может быть там тоже постепенно там крестьяне что же верят что-то наподобие как исправление мира то есть все будет все мир будет идти к совершенству и постепенно все ли все вот верующие они превратятся таких вот пророков там у них там дары святого духа ну вот это не наоборот ведь они думают то что все ухудшается типа все грех там 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 как бы там как бы одновременно считается не то мир идет к худшему то мир этот к лучшему по каким-то признакам которые считают что мир идет к лучшему наоборот у них все деградирует и потом вот раз и все резко исправится придет но это один из вариантов я встречала разные варианты что все-таки где-то будет когда-то будет лучше а когда-то будет хуже ну понятно что после вмешательства это свидетели вот эти свидетели и не называют они еще они христианам они в это верят только одна из вот этих нет ну кладом все правильно такая момент такой что как все сам мир сам по себе видимо не справился все-таки со своей задачей он все-таки деградирует но когда всевышний вмешается опять вновь в процесс истории вот когда будет так называемое второе пришествие вот тогда и будет все вот это опять все исправится все будет хорошо и все люди начнут пророчествовать там или что-то в этом роде такое тут мне кажется вот шеркин он думает то что плоть как бы связывается с богом как бы обожествление плоти как в греческое такое мне кажется понятие на самом деле такая идея того то что бог в мире во всем это просто эта идея заимствована из иудаизма это христиане просто не про это ее поняли очень действительно вульгарно что бог воплотился в каком-то отдельном человеке на самом деле никогда это никто не отрицал что бог он как бы везде и во все и во всем и он там в каждой там частицы мира там есть там божественная иска там и прочее то есть никто этого не отрицал никогда и же там вот так что это опять таки все все это все это все это просто не повторение того что было но немножко но искаженно неправильно насколько я знаю они как бы считают что у У каждого есть свой личный диалог. Проблема только в том, что никто не может это проверить. И поэтому очень много вот таких перегибов, что человеку показалось, что с ним говорит Бог. Особенно в протестантских. Протестантских, да-да-да. Они это все время говорят. Они вот торкают, и они говорят с Богом, и все. И ты с ним ничего не поделаешь. Ему так кажется, он так ощущает. И никто не может это проверить. Вот в таком случае. Да, там люди говорят, а вот мне Всевышний там что-то такое сообщил. Сообщил ли Всевышний, или ему там показалось. Действительно, пойдем проверить, что там на самом деле. Да, они как-то этим так-то выставляют это как бы в виде преимущества, что вот вы там с Богом не общаетесь, а мы общаемся. У нас с ним какие-то очень близкие личные отношения. Да, да, в этом и дело. Что они говорят, что нам не нужен посредник, мы теперь общаемся лично, да, но никто... И поэтому нам не нужен закон, нам не нужны все вот эти вот действия, которые совершали евреи до, так сказать, прихода, до этого момента, нам теперь не нужны. Потому что, ну а зачем? Мы с Богом общаемся, мы теперь такие святые, и вообще у нас все хорошо, и зачем нам какие-то ритуальные еще какие-то там действия вообще? Можно мне что-то сказать? Извините. Вы знаете, что я все перепутала, я вошла не почему-то там вместе, наша и Мейра, я вошла в Мейра, она не подсоединилась, я думала, что может я перепутала час, в общем, только сейчас я сообразила, но время прошло. Вы извините, я сложные конструкции построила сегодня, чтобы успеть, и в результате вот так. Ну вот, так вот, я хочу сказать, что у нас тоже такое бывает. Например, одна девушка в чате написала, вот если у нас не получилась конференция организовать, где школьницы закрыли границы там, и все, это, наверное, на слово Богу. Мы тоже все время пытаемся как-то расшировать, что-то нам Бог хочет сказать с тем, что со мной происходит в жизни. Это у нас есть какой-то контакт, но мы не называем это откровением, это какой-то совсем другой способ диалога через собственную жизнь, переживая. Но и у христиан очень похожие есть, но они как бы в этом смысле поднимают ее на какой-то более высокий уровень. Вот мне Бог как бы, не потому что даже у них какие-то там, это у всех бывает, у них такие, кто-то у человека в голове разговаривает, да, но стирается грань между настоящим откровением и вот таким диалогом по жизни. Вот что мне кажется. Мы об этом говорили еще раньше, вот вы на них подключились, когда мы спорили, что есть ли, каким образом сейчас может происходить диалог со Всевышним, после того, как прекратилось пророчество. Да, ну мы говорили о том, что вот как раз не хаман про то, что сказала, что мы пытаемся через какие-то события в жизни догадаться, что нам Всевышний хочет этим сказать, к добру это, к чему это, что это там урок для нас, какое-то там наставление, испытание, что это такое. Но это другой уровень, это не откровение. Да, ну никто не будет говорить, что там мне там сон приснился, это значит там что-то там, мне был какой-то там глаз свыше. Но это именно в протесталке. Почему? Ну в Томозе, например, есть там проход целый, целый большой, огромный отрывок, много листов, что какой сон значит. Так, все это такой с юмором. Ой, как интересно про сны Нихама, надо урок разобрать. Огромная глава, ее нужно учить. А как я бы сказал, 1,60 часть пророчества нет, как про сны говорили? Там это тоже есть. Там очень много разных мнений. Одни говорят, как сегодняшняя наука, что это как бы отражение наших дневных впечатлений, другие приводят конкретные вещи, очень иногда необычные. Какой сон что означает? Поразительная там длинная история про то, как сон идет за расшифровкой, истории жизни там. Ну, если хотите, можно как-нибудь взять. Надо как-то сделать какой-то урок, да, очень интересно. Нихама, записывайте, мы заказываем. Да, да, очень интересно. Я напишу, кстати, там, я могу позвать одну женщину, которая давала по этой теме урок как раз. Я могу ее попросить, что она для вас его провела. Она очень симпатичная. Это жена Ария Ольмед, если кто-то знает, по Фейсбуку. Ну, не важно. Запишем? Да, да, вот интересно очень. А что касается христиан, Андрей? Андрей? Кто? Что касается христиан, у них через, ну, дается через Духа Святого дары. То есть у каждого, одному пророчество, другому там еще чего-то. Ну, это не подростание, это все какие-то хрепрецитанские конфессии, более-таки традиционные. Да, у них они говорят, что вообще, что есть церковь, и там есть особые люди, у которых особая благодать, вот священники. Вот они как-то там имеют вот эту вот благодать там, ну, какой-то там, какой-то силы там от Всевышнего. Ну, типа Коэнов. И такая идея, видимо, как Коэнов. Ну, потому что это идет из Нового Завета. Ну, это я помню, да. Я, может быть, добавлю еще про Аккумунитую, Равшетт уже об этом говорит, различия в представлении о истории. То есть мы считаем, что мы в седьмом дне находимся, да, Всевышнего. Который на седьмой день скрылся и дал свободу выбора человеку. Мусульмане празднуют Йонгхами пятницу, да, потому что они считают, что мы еще находимся в шестом дне творения, что вообще еще человеку не дана свобода выбора, и все фатально. Это немножко утрировано, конечно, но это подчеркивает разницу. А христиане, они считают, что они уже в восьмом дне творения, поэтому они празднуют воскресенье. То есть уже все, так сказать, время испытаний человека закончилось, и мы находимся в восьмом дне, вот сейчас это самое, уже все открыто, да, и это ощущение такое, что пророчество уже здесь, все кончилось, все прекрасно, все замечательно, непонятно, конечно. очень интересно, очень интересно. А счет восьмого дня у христиан первый раз слышу. Не, ну, это понятно, что христиане так не говорят, но вот это, видимо, это ракширки, видимо, пророчество. Я слышу, да, что восьмой день, что восемь число товарищей, да. Ну, в общем-то, может быть и так, но в смысле, что да, будущее мира, будущее мира уже наступило, как будто, месяц, и там уже открыто. Вообще говоря, в будущем мире, возможно, это так и будет, что все будут пророки. Ну, так ракширки, я же говорила, что это ненормально, когда нет пророчества, и люди с Богом не общаются. То есть теоретически все люди должны стать пророками. Ненормально. У него жизнь так и называется, что мы же говорим тут, что это ненормально получается, ненормальное состояние. Ненормально то, что нет пророчества. Да, ненормально то, что нет пророчества. Да, ну, правильно, но это, так сказать бы, пророчество тоже, я думаю, это я ни о том не слышу, что это некоторый такой окошко, вот это, в восьмой день. Вроде храма. Например, есть такое высказание, что если бы евреи не грешили, им была дана только вторая книга Иошоа, чтобы разделять землю Израиля. А все остальные пророчества, все остальные книги, они даны для вразумления, для увещевания. Ну вот смотрите, у них разный подсчет в календаре. У одних идет воскресенье первый день. Это восьмой день получает, на самом деле. Это символизирует то, что они считают, что они уже восьмой день. Если их просить, они вообще удивляться. Нет, конечно. Но дело в том, что один мой учитель, один мой учитель, он говорил, что основатели христианства, они были очень образованы, очень хорошо понимали, что они делают. гораздо больше, чем простые христиане сегодня, и может быть даже мало кто вообще из них понимает, что символизирует конкретно восьмой день. Седьмой день, в смысле, первый день. В воскресенье. Тогда продолжим, да? Я думаю, да, да. А ислам пошел еще дальше, заявив, что Мухаммад – последний пророк, и всякий, кто назовет себя сегодня пророком, выйдет за рамки ислама. Противоположно этому иудаизм, хотя и признает исторический факт прекращения пророчества, но он никогда не отвергал возможность его возвращения. Более того, мы надеемся, что в скорости в наши дни мы снова удостоимся этого. И тогда мир будет совершенно другим. Это будет мир, в котором Бог примирился с человечеством. Вот это интересный момент, вот такой момент, как понимают пророчества людей в иудаизме и как в других монотеистических религиях. Но ислам говорит действительно, что пророчество – это не то, что вот такое естественное состояние человека, человечества, что это нормально быть во вконтакте с Богом. Нет, это вот Бог по какому-то своему произволу, совершенно произвольно выбирает каких-то людей. И вот говорит, вот ты будешь моим там как проводником моих каких-то мыслей. Я там через тебя что-то сообщаю. То есть это не значит, что вот теоретически как бы каждый из нас может им стать. Нет, это вот чисто такой как бы каприз Творца, как бы скажем так, его личное решение. Почему он так поступил? Мы не знаем вообще. Вот назначил этого человека, он, значит, пророк. И да, действительно, там четко говорится, что вот до какого-то момента пророки были, а сейчас их нет. Почему? Ну, Бог знает почему. Мне непонятно. Ну, видимо, Всевышний сказал все, что хотел. То есть там как-то многие моменты просто вот говорится, что вот так, так положено. Почему? А Бог его знает. Спрашивать об этом нельзя, потому что это вот ты грешишь, ты как бы, получается, ты недоволен решением Всевышнего. То есть вот очень так все жестко по-военному, скажем так. А что из нас думают о будущем? Возродится ли пророчество или нет? Нет, 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 нет. Считается, что все как бы будет когда-то там, будет какой-то, наступят какие-то времена апокалиптические, начнется, будет, придут там, будет некое подобие Второго Пришествия, как у христиан, будут там, явится и там Мессия, и Лжемессия, и какие-то еще будут моменты. Но до конца будет ли этот миг тот, кто как бы типа Мессии пророком, будет ли он пророком, непонятно. Скорее всего, не будет, потому что пророк, он будет, он доносит до людей какие-то новые, новые правила, новые законы, то, что Всевышний говорит, люди, до этого момента вы там делали то-то, а я вам хочу, что вот сейчас вы будете делать то-то. А этого уже больше не будет, никакого нового закона не предвидится, никаких новых правил. Ну, значит, пророчества в таком смысле больше не будет. Нет, нет, пророчества там все как бы. То есть там нет цели возвращения? Нет, нет, там пророчества даже нисколько как диалог, а пророчество это как сообщение некой информации. То есть Бог что-то хочет от людей, вы должны будете делать то-то, то-то. Вот там, допустим, вот Бог сказал Моисею, там, не знаю, будете делать то-то, а Бог сказал другому там пророку, там будете жить так-то, а вот пришел там наш пророк, там Мухаммед, вот он сказал там людям, теперь вот будете вот жить вот так-то и принес какие-то еще там новые правила. Все. А больше новых правил не предвидится, нового закона больше не будет. Ну, значит, нет пророчества, просто смысла больше нет. Вот. Никакой новой информации не предвидится. То есть просто какая-то некая информация. Человек безвольный, вот пророк это некий безвольный инструмент, ну, как телефонная трубка такая. Бог сказал что-то по этому телефону, трубку повесили, все, больше ничего, больше ничего говорить, говорить больше ничего. Вот так. Жестко так, да. Ну, там вообще, там, и там уже все жестко, как типа, как бы по-военному все, знаете, как вот там пост сдал, пост принял, пал отжался там. Так положено, так Господь повелел. Спорить нельзя, возражать нельзя. Ну, видимо, тоже есть разные течения, все же. Я не большой специалист, там, суфи, а не другие, наверное, в каком смысле. Ну, суфи, я хорошо тоже знала, ну, там есть попытка какая-то какого-то смягчения, то есть там больше любви, больше каких-то там, каких-то там, действительно, попытка какой-то близости ко Всевышнему, как смягчить немножко этот момент. Но все равно они, такой классический суфизм, он тоже такой вполне эртодоксальный. То есть он не меняет вероучение, то есть он не касается вероучения, он касается только каких-то практик какой-то. Больше ничего. Все. Ну, мы пойдем дальше, да? Я вот не поняла, извините, что Расширки сказал про христиан. Ну, он пишет, что христианство говорит, что мир продвинулся вперед, когда божественное слово стало плотью. Ну, имеется в виду творение произошло, или что? Нет, нет, явление Иисуса, он как бы, он... Понятно. Ну, по мнению христианцев, при таком вот воплощении Бога в личности этого человека, это более такой продвинутый уже. Ну, это надо понимать, кто в теме христианства, а так непонятно, божественное слово, речь стала плотью. Ну, написано же в первой христианской Евангелии, и слово стало плотью, и стало с нами, там полная благодать. Ну, да, но это кто в теме, я же говорю. Ну, потому что... Ну, в общем-то, я думаю, что я не очень в теме, но мне понятно. Ну, а дальше... В общем, вещей, что поскольку Бог уже здесь среди нас в человеческом теле, он говорит с нами непосредственно, ну, это как бы открывает ворота к тому, чтобы услышать его в нашем мире. Нету проблем трансцендентных всевышленных контактов с ним, сокрытия, все такое, все открыто, все... Ну, да, да, вот там такая речь, ну, как бы христиане понимают до этого явления Бога, понимается, что Бог, он был как-то очень сокрыт, он где-то там удален от мира, он где-то там вдалеке, а мир сам по себе, Бог сам по себе. А вот он теперь приблизился, вошел в этот мир, он обитает в этом мире, и вот мы теперь с ним можем общаться прям вот прям тесно, тесно, напрямую, близко, вот примерно так. Ну, так, а не пойму, почему лишило пророчества смысла? Никто не говорит. Потому что пророчество это выход за пределы нашего мира, это огромная разница. Они не говорят, что лишено пророчества смысла, у них наоборот... Они не говорят, это с нашей точки зрения. Нет, почему они говорят? Я общаюсь с православными, точно говорили, я с ними общалась, они говорили, да. Может, православных, пророков больше не будет там, а какой смысл? Бог теперь с нами, он теперь в нашем мире. Ну, в общем, да. Да, мы с ним можем общаться. Ну, это оценка Рала Шерки, что как бы пророчества они не отменили явным образом, как... Ну, они считают, что через... Они считают, что она уже вот здесь. Через Святого Духа каким-то определенным именем оно может быть. И дальше не пойму. Ну, там немножечко, немножко не то. Вот это то, что говорят, дары этого Духа, это несколько, несколько пророчества, сколько некое такое экстатическое... Нет, там чутка, это слово написано, пророчество. Я помню. Ну, я же не знаю, там же на греческом языке написано. Я оригинального текста не видела никогда. Ну, дальше я не пойму. Если слово речь принимает форму плоти, тогда плоть связывается с Богом, а не речь. Да, то есть Бог, это тот, кто ходит вот между нами, или ходил между нами, или сегодня там невидим, но тем не менее ходит. И именно прямой контакт с ним уже, это контакт с Божественным. Контакт с человеком непосредственно не речь к Вышнему, которая... Не слово Бога, которое обращено к народу для человечества. Потому что, вообще говоря, ну, конечно, это не единственный такой способ откровения, это вообще малокостижимая вещь, но для народа Израиля откровение это выражено в словах. Мы читаем книги пророчества сформулированные словами. То, что там видит пророк, он видит видение, он видит много чего, но он знает, он умеет это сформулировать. То есть, есть некоторый, ну, это, наверное, не совсем к теме, но есть некоторый уровень нашего мира, в котором Божественное начинает выражаться словами. И мы через это контактируем. Мы в молитве, есть молитва в сердце, это тоже не отрицается, но базовая молитва наша, она словами. Мы общаемся словами. Вы имеете в виду, что Рафшерки тут говорит, тогда плоть имеется в виду посредник Иисус. Материальный мир, имеется в материальный мир. Индивидуального, конкретного человека, я не пойму вот эту фразу. Плоть, это что, это надо подразумевать Иисус, что ли? Да, это Иисус. Он меняет природу как бы этого мира тем, что он явился здесь во плоти. Так я понимаю. Да, так совершенно точно. Там так и говорится, что материальный мир теперь на новый уровень вышел после того, как Бог в нем проявился. Да, и поэтому, поэтому, да, как бы действительно материя, она очень как-то соединилась с божественностью таким образом. То есть вот. Но человек же все равно обращение делает, а не просто молчит. Он все равно обращается, пусть через посредник, оно обращается, речь же остается, это инструмент. Нет, остается речь, но ответ Бога ему, да, он его, он только ему. Он это ощутил, то ли да, то ли нет, он не может никому другому передать так, чтобы ему поверили, и все. То есть нету обращения ко всему человечеству здесь и сейчас. Да, то есть оно было вот когда-то, все, оно записано в Новом Завете, и все. Дальше там ты можешь сколько угодно там испытывать иллюзии, что у тебя есть личный контакт. Вот, но ты можешь там любой другой скажешь, что там тебе это кажется, и ты ничем не сможешь доказать. Вот я так ощущаю, и все. Вот так они, в принципе, и живут. Поэтому это, ну, можно назвать ощущением диалога, мне кажется, а вот реальным диалогом это как раз назвать нельзя, поскольку там нету вот текста конкретного от Всевышнего, обращенного к человеку. вот я так, например, понимаю вот то, что это лишило пророчества смысла. Да, возможно. Ну, это тоже правильно, все правильно, просто Таня немножко не поняла вот эту фразу. Нет, я просто думаю, мы не знаем вероучения, и поэтому так трактуем. И возможно... Я думаю, что Рафшерки знает, о чем говорит. На самом деле, Рафшерки... И вот тем более Анна немножко знает. Я тоже знаю Нехама. Но дело в том, что говорит Рафшерки, это не так. У них есть пророки, то есть они допускают, что есть пророки. Таня, это допускают, это далеко не все христиане, а только там типа 50-ник какие-то. У них вот эти экстатические, что люди подают... я там не знаю. Что-то там, что-то там... Например, протестанты. Но дело в том, что, конечно, это все всегда, когда мы это все так раскладываем по полочкам, есть много очень растяжимых каких-то промежуточных вариантов. Это принцип некоторый, которым... Он не совсем точен, но для того, чтобы понять разницу, это важно, это подчеркну. Тем не менее, еврейское отношение к пророчеству, оно другое. Ну, это да. Ну, это да. Там у Рафширки вряд ли он претендует на то, что он прям подробно описывает, сейчас будет описывать... Если бы мы вошли в это подробно и стали разбирать там семинарную тему, открыли... Все религии, все там подробности богословия. Речь... Он так упрощенно очень передает самую суть. В чем разница и все. Да. А не то, что он входит в какие-то богословские там подробности, как конкретно, что там сидишь, какая конфессия, чуть-чуть считаете. Да, потому что есть очень много подробностей всяких. В каких-то вещах может быть все аналогично, а в других оказывается вот это вот, это то, что вот он кратко здесь сформулировал, оказывает влияние. Он очень хорошо, самое главное, он очень хорошо уловил саму вот эту суть вероучения. Я бы достаточно хорошо изучала и христианство, и ислам, и я могу сказать, что да, основную суть он очень хорошо уловил вот эту разницу. Понятно, что сейчас бы к там пришли бы сейчас христиане, и им сказали, нет, нет, вы неправильно поняли, вот у нас там есть что-то такое не так. Ну, понятно, что много всяких деталей, но все равно суть сама остается такой. Ну, давайте продвинемся, да? Давайте, да, чуть-чуть почитаем, последний абзац нам дочитаем, да? Нет, у нас тут еще много, и мы прочитали только о самом диалоге, да, о пророчестве, нормально это или ненормально, а дальше речь пойдет о содержании этого диалога, то есть, что сказал Всевышний Адаму, когда к ним обратился. А вот кто как думает, есть ли смысл сейчас начинать вот этот вот, уже речь идет об Древе Познании? Я лично бы хотела уйти, честно говоря, я была недолго еще и сбежать собираюсь, потому что все, все, что я затеяла, я сейчас в офисе нахожусь, в Равошерке, я затеяла, чтобы успеть на выставку одной моей замечательной знакомой художницы, и вот все и в результате перейти. Давайте тогда закончим на этом, давайте тогда на этом закончим. Давайте, спасибо вам всем, еще раз извините, в следующий раз надеюсь, все будет в порядке. Всем спасибо. Большое спасибо вам. Классно, я тоже подсоединился в конце. Андрей, не забудь только выключить запись и закрыть зал заседания, хорошо? Да, да. Седания все.